Привет, Кристина! Привет! Мне хочется узнать, я думаю, что и многим, где мы сейчас находимся, что ты тут делаешь? Ну, вообще, откуда ты? И как ты оказалась в Индии? Ну, мы сейчас находимся в Тиру Ванамалае, под Аруначелой. Я сама из России, из города Читы. Место рождения – город Чита. Сейчас я уже на протяжении примерно около трёх лет служу у свами. Как сказать? Это индийский святой. Его имя здесь – Мауна Свами или Випхути Сидар. У нас находится здесь небольшой мини-ашрам такой. Не то что ашрам, а небольшое сооружение. И каждый день проводятся службы утром и вечером в Господу Шиве. Вот. Что ещё сказать? Подробно. И вот как ты русская? Почему ты здесь три года уже? Четыре года назад я первый раз в Тиру Ванамалай приехала, чтобы посетить Раманашем, Рамана Магарши. Аруначели узнала именно из книг Рамана Магарша. И первый визит здесь я только услышала историю с вами, что здесь сидит какой-то йог и он в молчании. Но я не могла найти. Ты захотелось ему очень… Да, мне говорили, что вот здесь где-то в окрестностях вот сидит. Я просто думаю… У меня было 20 лет только. У меня страх был, куда я сейчас пойду одна, какого-то йога искать. И потом уже во второй приезд где-то… Может через полгода я второй раз уже вернулась в Индию на четыре месяца. И я постоянно слышала о нём истории, что вот здесь много разных садху, разных отрёкшихся, но именно настоящих нет. Вот настоящий сидит, его вообще не видно. Он сидит там… Как всегда бывает. Сидит и молчит. И он мне сказать, что он ходит каждый день к Гиревалам. И тогда я уже в конце своего пребывания где-то, может… У меня осталось две недели до вылета в Россию. Я начала его встречать, как он ходит к Гиревалам. Я там чай пью или в магазин иду. И вот Гиревалам – это обход вокруг горы Аруначела. Священный обход, продакшен. Каждый день? Каждый день он на семь лет ходил. Семь лет, на протяжении семи лет. И вот я стала его каждый день встречать. И когда я увидела его первый раз, у меня как раз был поиск именно гуру или человека, который был именно примером, как вот в книгах написано о святых, которые отреклись от… Ну вот что пришёл и, как говорится, нашёл прибежищего стоп-гуру. Именно вот такой вариант мне хотелось. Но я не могла представить, что в наше время такое возможно. А когда я его увидела, я вот прям сразу вот оно, то, что я хочу. И я с ним два раза прошла Гиревалам вместе. Прям у меня произошло переживание очень глубокие, сильные. Ну о которых я бы не хотела говорить, потому что нет смысла говорить. А как бы ты с ним общалась? Никак. Он же не разговаривает уже 20 лет. Но он тебя заметил, что ты вместе с ним? Ну конечно, я же с ним нога в ногу. Я ещё так шла, что вот куда вот он наступает, туда и я наступаю. Вот прям нога в ногу за ним прошла. И он обратил на это внимание? Ну как он-то просто шёл? Естественно, он же видел, что я иду. Потом я сюда же вернулась, благословила, он же вот благословляет. И потом я на Пуджи стала приходить, а уже нужно было уезжать. И я ещё тогда была с бывшим мужем. Я была замужем до этого, когда в Индию съездила, развелась. И мы с бывшим мужем приехали вместе сюда, чтобы он почувствовал, почему мне захотелось вот всё это бросить в мирскую жизнь. И мы поехали в Чинай. У нас вот буквально вылет вот через два дня уже в Россию. Билеты, всё вылет. И мы в Чинай у друга остановились. И во сне мне всю ночь снились какие-то сны. И каждый сон врывался с вами и говорил мне, ты сегодня приди на Пуджу на вечерний. Обязательно приди. И когда я проснулась, я это не смогла проигнорировать. И я мужу сказала, я поехала. Взяла такси. Он говорит, ну ты что, у нас вылет послезавтра? Я говорю, да нормально, вернусь, успею. Я опять вернулась в Тиру. И я захожу на эту вечернюю Пуджу. Вот она начинается. Раньше она позже начиналась. Сейчас в 6, раньше в 8. Я захожу, а это оказывается какой-то специальный день. Сейчас я знаю, что это за день. Это был Тамильский Новый Год. И вот это раз в году можно было прикоснуться с вами к стопам. Там большая Пуджа была. С вами сидела на троне. И все подходили. Випхути брали вот этот священный пепел. И ему на ноги клали. Бада Пуджа называется. Пуджа ног. И для меня это естественно было таким знаком. Представляешь? Раз в году только можно к нему прикоснуться. И он мне приснился, чтобы я приехала. И для меня это таким было, ой, прям знаком. Ну я потом уехала в Россию два месяца или три где-то я в России была. И у меня все подваливалось. То есть ни дома, ни друзей, ни семьи. Вообще все. Я осталась вот такая. И у меня тогда Сиддхарха очень сильно помогал Юрий Миничихин. Поддерживал меня. Советы давал. И вот я. У меня единственный. Он мне очень много стал сниться каждый день с вами. И звать и говорить, чтобы я приехала. И как бы там были такие видения, что я с ним буду. Не знаю, как это будет в настоящей жизни. Но видения были, что я так и буду с ним до конца в его жизни. Ему служить. Там много всяких было снов мистических, о которых тоже не буду говорить. Посмотрим, что там в жизни будет. Но из-за этого я не смогла это игнорировать. Потому что у меня больше тоже никаких желаний в жизни не было, кроме как пристигуру, исследовать вот эту всю жизнь, пути. И я решила приехать и с ним каждый день Гиревалам ходить. Он в четыре часа выходил. Думаю, что еще? Хочешь мокши, делай то, что делает тот, кто уже достиг мокши, так сказать. И приехала я, значит, все, захожу. Вот четыре часа сейчас, думаю, пойдет с вами. Он не идет. Я подхожу, спрашиваю к служащим, а почему с вами не идет Гиревалама? Они говорят, когда ты уехал, он где-то через неделю прекратил ходить. То есть мне еще посчастливилось с ним вместе пройти два раза. И он прекратил вот через неделю от моего отъезда. У него следующее... Он как постоянно общается... Аруначила — это Шива, проявление Шивы. И он как полностью отождествился с ней. То есть вот этими постоянными. То есть он есть Шива. То есть он не разделен. И у него вот эта связь, получается, постоянная с ним. И, ну грубо говоря, Шива ему говорит, что ему делать. Какой следующий этап Тапаса. То есть с вами сидит в Тапасе уже 20 лет. И у него следующий этап был. Вот он семь лет Гиревалам отходил. Не спит он теперь. Он тогда перестал вот ложиться спать. У него вот эта деревянная подставочка появилась. И все. И я тогда разочарована была. Я же приехала с ним ходить. Я вообще не поняла тогда, что мне делать теперь. И я решила сама ходить, как он, как Бхакти проявить в 4 часа. Я выходила, не знала, сколько я буду ходить. И там была такая череда опять событий. Но тот, кто был в Индии, понимает, что все здесь происходит очень чудесным, чудесным способом. И я проходила 3,5 месяца каждый день. 108 раз я вокруг горы протопала так же, как он. Вот сидела весь день у него. А вот в 4 часа выходила, обходила в гору, возвращалась на пуджу. И из этих, так сказать, событий я постепенно в этом и начала служить, служить. И там много всякого было. С ним контакт появился. И вот сейчас я уже еще несколько раз ездила в Россию. Может раза два. Но очень ненадолго. И в целом около трех лет я здесь. Я без перерыва нахожусь. Ну вот так. И какой день проходит? Ну, подъем... Где-то год я в 4 утра просыпалась. Вот сейчас месяц я позволяю себе до 6 поспать из-за того, что люди появились, кто помогает. То есть немножко в это время меняется разное, когда люди есть, кто помогает. А если в целом такой взять, стандартный день, то в 4 утра подъем. Первый дипом. Ну, это как по-русски лампады. Лампадки вот эти надо зажать уже в 4 утра с вами начинают. Как практику свою. А вот если еще с вами сказать, что вот он 10 лет сидел в лесу на внутренней тропе. Он делал джапу на мощевая читал без перерыва. Насколько мне известно, вот первый был его этап. Это он 4,5 месяца где-то примерно читал каждый день 100 тысяч раз мантру. После этого у него произошло вот это растворение ума. И как он стал здесь сидаром, как здесь их называют, ситхи святой. Вот. И он сидел там в тхьяне в медитации. После этого вышел вот сюда уже на наружную тропу, на дорогу. И вот здесь он уже тоже около 10 лет. Вот. Тогда он перестал разговаривать. И начал использовать в юбхути. То есть тело у него все в юбхути. Он не моется вообще. Только вот руки моет иногда. Ну вот. Так как день происходит. Так вот мы зажигаем огонь. В целом подготовка к пуджи с 4 утра и вот до 8. То есть 4 часа очень много. Подготовка цветов, уборка. То есть до 8 часов подготовка к пуджи. В 8 часов начинается у нас пуджа. Вот она сейчас заканчивается в 10, да, примерно. В 2 часа она идет утро. Около 10 заканчивается. И ну тут разные обязанности. Вот с вами надо молоко приготовить. Убираться после пуджи, делать стирку, уборку. То есть обычно какие-то ашрамные дела. В юбхути паковать. Много разных дел. И в итоге, ну это вот в обеденное время занято. А ближе к вечеру начинается подготовка к вечерней пуджи. Опять тоже самое. Цветы, все всякие дела. В 6 часов начинается вечерняя пуджа. Заканчивается всем. И там опять уборка после дня. Планирование, что надо завтра сделать. Очень много на самом деле разных дел. И так каждый день действительно. И так каждый день без выходного вообще. И нужна. У меня именно мои обязанности. Это я держу полностью весь инвентарь. Что имеется, что не имеется. К пуджи. Чтобы не было такого, что пуджи началось и чего-то нет. То есть я постоянно всем сообщаю, что нужно купить. То есть за чистотой слежу. Если нет никого, то есть я все убираю. Лампадки, чищен. То есть все вообще дело. Если появляются люди, которые хотят Севу поделать. Какое-то служение. То есть я могу назначить, что нужно делать. То есть все ребята, русские или иностранцы. Кто хочет в Тирвана Малае послужить. Бескорыстно, так сказать, святому. Могут спокойно ко мне обращаться. Я всегда работу найду. Мне кажется, может не многие. Но кому-то бы хотелось послужить в святом месте. И это реально возможно. Да, ну вот так. И какие планы в этом месте построить? Ну, планы просто. Здесь есть хозяин, который ждет каких-то продвижений. Потому что с вами около десяти лет уже здесь находится. И сейчас собираются деньги на покупку земли. И если обстоятельство сложится, что эту землю не получится купить на которой сейчас, то будет куплена какая-то земля снаружи. И там будет строиться ашрам. Но скорее всего, дай бог, сложится то, что именно эта земля купится и здесь будет строиться ашрам. Но это вот сейчас, я думаю, еще год будет все. Это неизвестно как. Скажи, пожалуйста, еще о сваме. Как ты его принимаешь? Почему он отличается от других? Просто хотя бы вот. Ну, потому что это если кто-то проведет хотя бы с ним один день, посмотрит. То есть вот то, как он живет один день, это не отличается. На протяжении уже, я думаю, лет десяти. То есть до этого он еще там в другом же месте находился, что-то там другое было. А сейчас на протяжении уже около десяти лет неизменно у него день изо дня. То есть он постоянно медитирует. То есть 24 часа в сутки вот он сидит в медитации. Он поворачивается лицом к людям только два раза в день для пуджи и для благословения. Вот иногда, если вот он смотрит немножко, вообще он же постоянно в стену вот смотрит или на лингом. Если он немножко поворачивается, это значит, можно вот к нему людей пускать, он благословит. И чем отличается это тем, что ну вот он не разговаривает и тем, что это явный пример того, что у него нет желаний никаких. Вот есть, понятно, другого качества именно материальной жизни. Вот то, о чем написано в писаниях, тот образ, так сказать, святого, достигшего просветления, в моей жизни это первый раз и единственный, когда я увидела это в жизни. Вот реальный пример. То, что написано в книжках о святых и то, что вот есть. Это вот стопроцентно, в нем нет никакого подвоха. Здесь очень много разных с вами, которые ну в одеждах там и говорят все хорошо. Ну вот там есть какое-то чувство, что ну вот я ничего плохого не говорю, но именно то, что для меня, меня очень сильно вдохновляло раньше, когда я вот искала какие-то, читала книги. Это именно полный образ того, что вот он достиг, так сказать, просветления и он демонстрирует своей жизнью это. То есть он не идет в нормальный материал. А какие вот случаи, когда он благословляет, там болезнь, там к болезням кто-то приходит? Да, несколько раз было. То есть к нему сейчас вот приходят просто за благословением, а если есть серьезные проблемы, там со здоровьем, к примеру, то отдельно уже послепутже можно попросить. Ему скажут, что в чем проблема и он отдельно благословит випхути. То есть випхути это вот священный пепел, которым он мажется, когда он несколько раз в день встает для того, чтобы пройтись вот по этой дорожке. И мы собираем вот тот пепел, который с его тела осыпался, на котором вот он сидел, мы его собираем и пакуем. Когда люди приходят с какими-то проблемами, мы вот его ложим, и с вами его благословляют конкретно на излечение этой болезни или на что-то. Ну вот с какой проблемой люди приходят. И несколько раз люди даже от рака излечились. То есть здесь в Тамилнаду именно он известен тем, что его по новостям именно показывали, что ну шок был, что от рака люди вылечились, приходили. Ну и много всяких случаев, когда люди там его видели во сне, приезжают там специально, он уже знает, что вот они приедут. Или авиакатастрофа должна была случиться там. Ну очень очевидно было после прощения с вами поехали, там что-то, какая-то ситуация произошла, что спасло их буквально там пять минут, и могла бы быть авиакатастрофа какая-то сильная. Ну много разных мистических историй. Когда вот он еще не мазал себе пхути, были такие истории, что вот еще не было здесь построено ничего, он просто на земле сидел, как постоянно, как в самадхи. Вообще сейчас он еще более-менее реагирует на жизнь, что-то говорит. А раньше, вот лет пять назад, он вообще вот так сидел, иногда вот только, он только открывал глаза, проходил гирвалам и вот так опять сидел. То есть ничего не было, никаких вот этих действий больших. И к нему приползали змеи, он их благословлял. Вокруг него было очень много змеев. То есть здесь как раз в шивоитской традиции, это как раз показатель, что это шиво все сидит. Очень прям к нему покушать, он его очень немножко кушает. И вот один преданный ему около двадцати лет вот уже и носит, каждый день иду. И когда он приходил, он рассказывал, что он просто с таким страхом перепрыгивал через этих змей, вот так вот оставлял иду и убегал, потому что просто невозможно было. А змея это же постоянный спутник шиво. И был один случай, когда невидимый кто-то пришел. А здесь, если брать тамильскую историю, аруначила, это шиво проявил себя как аруначила здесь, и как ситха. Ситха в тамильском это вот означает святой. Это как человек божественный. То есть человек, который, Шиво, как здесь считается, это первый, кто достиг бессмертного тела. То есть реализовал физическую форму божественную. И он здесь проявленный как гора, и как вот это невидимое тело. И оно может тебе явиться. Ну как Бабаджи, как те люди, которые достигли тела света, так сказать. И считается, что все ситхи, которые здесь становятся сидарами, они общаются именно вот с Шивой, который воплощен вот в этом, как тело света к ним приходит. И один раз вот это, кто Пуджи уже проводит десять лет, кто начал вот ему помогать с вами, он рассказывает эту историю, что один раз он пришел вечером проводить Пуджи, и они увидели, как с вами идет к кому-то невидимому и делает намаскар, то есть простирание. То есть они смотрят, никого нет. А у них у всех волосы дыбом поднялись, что они почувствовали прям, что реальное присутствие чье-то. И тогда с вами сел и начал общаться с кем-то, разговаривать, очень был счастлив, и попросил газету у преданных. Они дали ему газету, он смял газету, вот так вот ее развернул, а там пачка была печеньев. И он предложил это печенье этому невидимому. И они сели вместе на вот кровать, где вот он сидит, у него была уже кровать, и эта кровать промялась именно рядом. Тот, кто сел, невидимая, она именно промялась, и с вами дал это печенье. После того, как они открыли это печенье, это вот был Good Day вот здесь в Индии, который известный, продаются печеньки, там написано 12 штук, они открыли там 8 было штук, то есть 4 штучки взял, как шило себе. И после этого вот, ну вот его именно сидаром начали считать, что вот он все общается, там приходит к нему. И у него раньше он делал, люди к нему приходили, он вот так пальцы делал, он намощевая говорил, у него випхути материализовывался из пальцев, и он его мазал, то есть людей благословлял, на лоб наносил. А потом, как вот они тоже рассказывают, что из-за того, что у него мокша, если он хочет мокши, то ему не нужно ситхи демонстрировать и перестать их как-то проявлять. И вот и после этого он полностью перестал какие-то ситхи проявлять, и полностью вот стал мазаться випхути, как знак вот этой мокши, полностью полного отречения от всего, даже от своих, от своей способности. Ну вот так. Такие вот истории. Ну, мне остается только пожелать, чтобы нашам вырос, чтобы все как бы продолжалось, и чтобы у детей все-таки... Потому что на самом деле это явление, как с вами сейчас, это такое редкое в нашем времени. Правда. И если кто-то приезжает в Тиру Ванамалай, к нам можно приходить в 8 утра, путь же начинается утреннее, в 6 утра вечернее, а остальное время можно приходить и медитировать вместе со с вами сидеть. То есть все время ему доступнее, открыто. То, что он лицом сидит к стебе, все это время? Нет. Только вот иногда, чтобы пройтись, буквально 3-4 раза в день, на 5 минут по этой дорожке, и обратно садиться. Ни с кем он никому в глаза не смотрит, ни с кем не общается. Постоянно. Ну, когда он благословляет, он видит, смотрит на себя. Да, я имею в виду, в остальное время ему вообще… Никак. Нет, только вот, никаких. Но при этом он все прекрасно видит. При этом все прекрасно, да. Если что-то нужно, он нам показывает. Если ему нужно воды, а мы не сообразили, что ему нужно воды, он именно покажет. А так мы уже привыкли, у нас все по расписанию в одно и то же время ему. Интересно. Да. Вот так. Ну, наверное, будем заканчивать. В общем, у тебя такие планы, да, есть? Пуганов вообще нет, я не знаю. У меня… Да, пока я здесь. Мне очень много, когда и хотелось уже уехать и все бросить, потому что это нелегко. Я здесь одна, с людьми, тамильских мужчин. Да. Но… Не хочется покидать. Но когда… Я вот попробовала, на два месяца съездила в Россию, и подумала, что, может быть, бросить все это, я просто не смогла. Все-таки здесь, несмотря на все трудности, то, что я здесь обретаю, это очень важно и ценно. Ну да. Ну что? Ну все, спасибо. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok